друзья всем привет я продолжаю делиться с вами новогодними рецептами и сегодня мы приготовим селедку под шубой мне кажется без этого салата не обходится вообще ни один новогодний стол но мы сделаем ее не совсем классическим способом во первых мы будем готовить ее вот в таких вот порционных бокалах но еще будет пара секретов каких узнаете видео для начала нам нужно замариновать лук берем репчатый лук очищаем его и режем очень очень мелко настолько насколько это возможно из маринованного лука уйдет вся горечь и лук не будет перебивать вкус потрясающего салата кстати я знаю что некоторые вообще не добавляют селедку под шубы лук но я привыкла готовить ее именно с луком теперь перекладываем лук в небольшую глубокую мисочку так чтобы он весь туда уместился добавляем немного соли и сахара и затем наливаем обычный столовый уксус 6 процентный или девяти процентный и все это хорошенько перемешиваем убираем лук мариноваться примерно минут на 10 и пока нарежем сельдь я взяла филе селедки и порубила ее очень мелким кубиком конечно нет ничего вкуснее чем купить на рынке прекрасную малосольную селедку самим ее разделать но у меня такой возможности не было поэтому я купила в магазине уже готовое филе и получилось тоже очень вкусно теперь нарезанную селедку смешиваем с луком наливаем немножко растительного масла все это хорошенько перемешиваем и пока убираем в сторону займемся другими ингредиентами дальше нам понадобится картофель морковь и свекла и здесь самый важный момент чтобы селедка под шубой получилась очень вкусная овощи нужно обязательно запечь в духовке не варить в кастрюле не готовить микроволновки а именно запечь в духовке попробуйте хотя бы раз и вы тоже будете всегда готовить именно запеченные овощи они сохраняют в себе все соки и получаются невероятно вкусными и сладкими дальше все наши запеченные овощи нужно либо измельчить в блендере по отдельности либо натереть на крупной терке для того чтобы сэкономить время я воспользовалась блендером многие удивились зачем измельчать в блендере овощи ведь получится каша здесь главный секрет что нужно измельчать немножко не до пюреобразного состояния а вот до такого как у меня на видео посмотрите кажется как будто я овощи натерла на обычной терке то есть нарезали овощи кубиком сложили в блендер и измельчили буквально 10 секунд и все готово не нужно передерживать иначе вы правда получите пюре теперь переходим к яйцам яйца нужно заранее отварить начистить и порубить в мелкую крошку чем мельче тем вкуснее кстати моя кошка просто обожает яйца и когда я режу или чищу яйца нам всегда прибегает на кухню и выпрашивает у меня желток белок она не ест а вот желток с удовольствием да и еще один важный момент оставьте пожалуйста два желтка нетронутыми они нам пригодятся для украшения салата а все остальные яйца порубите мелким кубиком как это делаю я на видео перекладываем яйца в отдельную мисочку и возвращаемся к желткам которые мы оставили для украшения их нужно натереть на терке или просто покрошить руками так как вам больше нравится что делаем дальше мы раскладываем каждый слой в отдельной тарелке добавляем по ложке майонеза немножко солим и перемешиваем каждый слой с майонезом то есть мы не будем раскладывать слои смазывать их майонезом мы заправим их майонезом сразу это очень удачный вариант приготовления потому что слои одновременно и пропитываются майонезом но салат не получается слишком жирным я например не очень люблю селедку под шубой как раз из-за того что там слишком много майонеза еще вот это вот корочка майонезная сверху которая пропитывается свекла и становится бордово-розового цвета мне такое не очень нравится но тут конечно дело вкуса теперь берем красивые бокалы или креманки в общем готовить салат мы будем порционно и по очереди накладываем туда слои первым слоем выкладываем картошку на картошку кладем селедку с луком затем яйца затем морковь и сверху свеклу смазывать майонезом и утрамбовывать ничего не нужно просто аккуратненько разравниваем все это ложкой и мне кажется в бокалах слоеный салат выглядит просто потрясающе и на праздничном столе гости точно обратят на него внимание готовый салат украшаем накрошенным желтком накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник примерно на 4 часа можно оставить на ночь тут сколько позволяет время чем дольше он настоится тем будет вкуснее мне кажется порционная селедка под шубой это необычно красиво и очень удобно есть будет еще много новогодних и всяких разных рецептов